Всем привет, с вами Илья. Новая самоделка Лего Ниндзяга. На этот раз я собрал механического титана Зейна. Он сравним с размерами механического титана Лоида, который выходил в 11 сезоне Ниндзяга, с каменно-огненным мехом из 13 сезона, и он похож на робота Зейна из Наследия, который выходил в начале этого года. И да, я хотел собрать что-то похожее, что-то большое, именно меха. Лего в последнее время делают мало что-то для Зейна в наборах, но я решил ситуацию эту исправить и собрать для Зейна что-то действительно стоящее, большое, мощное. Сразу говорю, я не опытный сборщик мехов. Я, можно сказать, новичок в этом направлении сборки мехов. Поэтому я экспериментирую со строением, с соединениями, с пропорциями, с ещё некоторыми особенностями вообще сборки мехов. Ну а теперь давайте я вам покажу, что я собрал. Перейдём на стол. Вот стол. Давайте же посмотрим на этого гиганта. Вот он. Огромный титан Зейна. Здесь можно найти его сходство с механическим титаном Ллойда. Я старался сделать его таким же по высоте. У него длинные, достаточно тонкие ноги, но на них он себя чувствует вполне уверенно. Вот. Если его толкаешь, он не падает за счёт широких ступней. Такие вот ступни. Они могут вращаться. Вот здесь вот. И к тому же вперёд-назад изгибаться. К тому же здесь есть ограничения, чтобы стопа сильно вперёд не клонилась. Вот ступни. Снизу так выглядят. Ещё посмотрите, как вот эти вот щитки устроены. Как я их сделал. Вот здесь такие вот детали руки злых роботов. Злого робота. Сюда вот на этот кубик присоединяется таким образом. Здесь вот деталь флажка. На детали стержня. Палки. Выкручивался как мог. Довольно обтекаемая форма. Вот бедренная часть. Голень. И в колене нога гнётся под 90 градусов. Здесь вот такой вот щиток выпирающий. Такая фишка есть в Титане Зейна. Вот этого года. К тому же здесь есть на коленях такие как будто механизмы. Здесь в колене трещотки. На пластинах. Переходим к бедренной части. Бедренная часть присоединяется к шарнирам. То есть бёдра на шарнирах. Вполне себе подвижность есть. И к тому же фиксация. А это главные факторы в больших таких мехах. К тому же здесь есть такие вот щитки. На камере не очень видно освещение у меня так себе. Вот такие вот щитки. Я их взял из водного робота Ллойда. Они мне понравились. Я посчитал, что они сюда хорошо впишутся. Вот. Закрывают шарниры. И как дополнительная защита форму придаёт. Сзади выглядят вот так вот. Многие пластины. Да. Не закрыто. Но. В принципе. Как тут ещё сделаешь. Ну. Это неплохо смотрится. Я считаю. То есть. Вполне законченный вид. Перейдём к передней части. Грудь. Большая. Широкая. Грудная клетка. Которая. Здесь вот. Вперёд сильно. Выпирает. Это я сделал специально. Чтобы сделать. Во-первых. Кабину. Во-вторых. Придать правильную форму. Меху. Вот таких вот. Больших габаритов. Потому что. Если бы. Он был бы. Уже. Это бы смотрелось. Ну. Не очень. Он бы был прям худощавым. И. Не совсем пропорциональным. Также. Он выглядит мощным. Бронированным. Талия у него узкая. Достаточно. Здесь можно рассмотреть. Детализацию. Я старался максимально. Детализировать. Аккуратно. Но в то же время. Мелкие детали. Добавлять. В принципе. На 360 градусов. Я старался. Всё везде проработать. Где нужно закрыть. Где нужно. Добавить элементы. Что-то вроде механизмов. Здесь эти детали. На клипсах. Они закрывают. Боковые части. Идеально сюда стыкуются. Переходим к кабине. В кабине сидит. Зейн. Собственно. Это же его мех. Вот. Зейн запретного кружицу. Фигурка титанового Зейна. И здесь. Давайте я его. Сюда сниму. Здесь довольно таки. Зейн себя хорошо чувствует. Здесь есть. Сиденье. Панель управления. Два рычага. Голова. Меха. Это можно сказать. Это глаза. Его. Вот эта вот. Голубая деталь. Это его визор. Можно сказать. Такая вот форма голова. Она на клипсе может. Опускаться и подниматься. Переходим к рукам. Здесь. На плечнике. Небольшие такие. На маленьких шарнирах. Такие вот закрылки. Сами закрылки тоже могут. Ой. Вот так вот вращаться. Плечо. Обычный большой шарнир. Вот так вот сделано плечо. Вот так вот можно поднять руку. Вполне хорошая подвижность. Локтевой сустав. Практически на 90 градусов огибается. На предплечье здесь есть меч. Как и в мехе Титана Зейна. Ну. Опять же из пятого сезона с призраками. Который переиздался в этом году. Там тоже были лезвия такие. Ну. Я добавил сюда тоже эту фишку. Такие вот предплечье. Здесь вот такую форму придал. Благодаря вот такой вот детали. Тоже с клипсой. Это не должно двигаться. Просто для создания формы я сделал так. К тому же запястья. Крутятся. Вращаются. Добавил больше подвижности. Пальцы. Три с этой стороны. И один большой вот здесь. Другая рука соответственно точно так же сделана. Давайте посмотрим заднюю часть. Сзади что-то вроде механизмов. Двигателей. Каких-нибудь реактивных. Такие вот закрылки. Может турбины. Может быть генераторы энергии. Аккумуляторы питания. Отсюда берет робот. Ну или какие-нибудь ускорители. Так вот сделана спина. Довольно гладкая. В некоторых местах тайлы ставил обратное. Они могут складываться вот так вот. Вот эти части закрылки. Его можно ставить в различные позы. В целом он устойчивый. Конечно иногда он заваливается. Вперед. Назад. Ноги у него иногда разъезжаются вот так вот. Он стремится к шпагату. Чуть на шпагат не садится. Но. Так как в нем довольно таки хорошая подвижность. В бедре. Вот посмотрите. Как можно ногу согнуть. Так же назад. В бок. Можно прямо вот так вот. 90 градусов всего поставить. Колено. Опять же 90 градусов. Там кстати. Колено не сгибается вперед. Ну. Неправильно. Не сгибается. Потому что здесь вот такая вот часть. На трещотке. Не позволяет это сделать. И вот. Эта деталь. Которая имитирует механизм. Это я учитывал. Чтобы колени правильно сгибались. Только в правильную. Только в правильную сторону. Здесь вот я. Решил добавить такую. Подвижность. Придумал вот такое вот соединение. Чтобы вращалась. Ступня. Ну и вперед назад здесь. Таким образом. Вот посмотрите. Если мы хотим придать какую-нибудь позу. Нам надо чтобы робот стоял. Устойчиво. Твердо. На ногах. Поэтому если мы например ногу. Назад. Отводим. Так-нибудь вот так вот. Мы могли. Повернуть. Повернуть ступню. И вот. Колени подсогнуты. Он может. Немного подобрать ступни. Наклон. Так. Так. Вот. Он стоит. Я его немного постукаю. Он не падает. В целом он устойчивый. Ну конечно же проблема. Всех таких вот больших мехов. Это неустойчивость. Поэтому в ногах всегда надо делать жесткие крепления. Соединения. Именно поэтому я взял трещотки на бедра и на колени. У меня не так много разнообразных деталей трещоток. Или еще чего-нибудь такого. Деталей. Поэтому. Довольно таки сложно было собирать. Именно под конец ноги. Да и руки было. Не так уж и просто собрать. Потому что деталей уже. Деталей уже было не так много. Не такое большое разнообразие. С этим возникали трудности. Приходилось выкручиваться. Потому что у меня еще и другие самоделки собраны. На полке стоят. И разбирать не хочется. И не так уж и много белых деталей у меня. С этим я тоже не раз сталкивался. И в монастыре кружицу. И с ультразвуковым самолетом ниндзя. Ну вот какую-нибудь такую позу можно придать. Как вам. Еще я хочу сравнить этого большого меха с другими своими мехами. Которые у меня есть. Например. Водный робот Лоида. Посмотрите. Мой Титан Зейна практически в два раза больше робота Лоида. Да. Конечно не совсем правильно их сравнивать. Я их в принципе не сравниваю. А просто показываю. Каковы размеры вот этого робота. Вот я когда смотрю на них обоих. То робот Лоида мне кажется настолько крохотным. Таким маленьким коротышкой. Ну и еще у меня есть предыдущая самоделка. Это вот такой вот мех. Который я собирал в конце августа. Такой вот робот. Небольшой прям совсем. Просто. Ну чтобы вы понимали размеры вот этого робота. Можно даже по линейке. Так. Ну. Около. 32 я думаю. 32 сантиметра высоту этот робот. Скажу честно. Собирать мехов интересно. Мне понравилось. Это для меня какой-то опыт. Да и поставлю на полку. И просто. Буду любоваться. Но мне честно нравится. Как вам? Напишите в комментариях. Ну и еще покажу с разных ракурсов. Если вам понравился этот здоровяк. То поставьте лайк. Просто поставьте лайк. Он того заслуживает. Действительно. Я вложил душу. Сердце. В эту самоделку. И попробовал что-то новое. Ну а если вы не подписаны еще на мой канал. То. Подписывайтесь. И ставьте на колокольчик. Чтобы не пропускать новые видео. На этом все. С вами был Илья. Всем пока.